МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клоуны, эллюзионисты, жонглеры и акробаты. Каждую третью субботу апреля эти артисты отмечают Международный день цирка. По случаю праздника мы решили встретиться с рисировщиком Мурадом Хадыровым и его подопечными. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Балетные поддержки на скачущих лошадях и никакой страховки. Это была его юношеская мечта – повторить легендарный номер советского цирка по ДД или танец вдвоем, запись которого Мурад пересматривал тысячи раз. Ради далекой и призрачной карьеры артиста оператор-программист из Туркмении однажды оставил работу в министерстве и ушел в ученики к джигиту, знаменитому конному акробату Давлету Хаджибаеву. В день раз по 20 лошадей падал. У меня были моменты, когда я думал, я никогда это не осилю. Но опять собираешься духом, опять лезешь, опять, как это, я не смогу, нет, я смогу. С терпением ничего не получится. На психах, на эмоциях только можно испортить. И оно видно по животному, если это на психах все построено. У виртуозных номеров совсем не изящная оборотная сторона. Переломы ребер, челюсти и раздробленные пятки – это лишь часть травм, которые Мурад заработал на репетициях. Учитесь падать – первое, что внушают начинающим акробатам и наездникам. Хадыров добавляет. Важнее прочего – доверие животных к дрессировщику. Диктатам и агрессии его не добиться. Еще одного своего подопечного – шимпанзе Мики – он воспитывал как родного ребенка. Обезьяна целый год жила в доме Мурада, подружилась с детьми и елась с семьей за одним столом. Фрукты, овощи, крупы, там всякие, ну, надо, вот, сырок глазированный он обожает, к примеру. Так пьет чай, компот, борщ со сметаной, вот именно со сметанкой. Он прям с удовольствием его ест. К своим 11 годам Мики вырос в настоящую звезду. Успел сняться и в рекламных роликах, и в ералаше, и в художественном кино. Во время выступлений ведет себя как прирожденный артист. Отыгрывает сцены с полной отдачей. А вот в обычной жизни позволяет себе хулиганские выходки. То утащит шампанское на важном приеме у губернатора, то устроит ночной побег из цирка. У него было одеяло. Он сидел, как удочку закидывал, это одеяло через свою клетку. Кидал, кидал до тех пор, пока ключ не упал. Он открыл, вышел. И для меня было удивительно, он достал все с холодильника и кормил собак. Мы потом смотрели по камеру, он взял варенье, он сам боится этих собак. И вот так вот, типа, облизывайте, облизывайте, ешьте, ешьте, пока нету папы, все. Ну, когда мы пришли, там такой, конечно, бедлам был. Но зато собаки сытые, довольные. Этот концерт, я думаю, он, в принципе, один из самых сложных для нас в этом сезоне. Площадка спортивная, изначально предназначенная все-таки для спортивных мероприятий. И мы буквально с нуля переделаем ее в концертную. То есть это порядка там трех фур оборудования. И очень многое приходится добирать здесь, начиная там от покрытия пола, заканчивая там четырьмя тысячами стульев. И как выясняется, что найти четыре тысячи стульев в одном городе, это тоже отдельный взятый квест. Думаю, будет вообще феерично, очень круто, как они всегда выступают. У них есть все, чего нет у других команд. Музыка, драйв, стиль, сами люди, харизма вообще вот такие. Мы сейчас были на саундчеке, и это, опять же, фантастические эмоции. Зажигательно, надеюсь, будет. Добрый вечер, дамы и господа. Омский симфонический оркестр. Дирижер заслуженный артист России, полковник Феоликс Борисович Ароновский. Темноты боятся, скелеты в шкафу, рвутся атомогрузки. Всемирный сядь нам двоим достался. Один парашют, значит, прыгнем вместе и будем лететь. Ты так прекрасна, моя любовь. Как водолага по ночам с тобой. Конечно, это другие ритмы, это другая энергия, и это другие усилия, это другие внутренние возможности открываются. Это очень интересно. Потому что в основном мы играем симфоническую музыку, и вдруг такое вот событие в городе, мы с удовольствием участвуем. Скользкие улицы иномарки целуются, Помятые крылья несчастной любви. Минуты отмечены случайными встречами, Но никто не ответит, что ждет впереди. Такие сладкие программы у нас были. Приезжали там сладкоголосые певцы, Не буду называть фамилии. И такая сладкая музыка, А тут прям брутал такой, знаете, Ну, кайф. В общем, не знаю, Лично мне и нашим ребятам, в общем-то, Очень нравится, что Такой, знаете, андреналинчик-то получили. И завтра опять маляр Рахманинов. Если всорвется черное солнце, Вся в этой жизни перевернется привычный мир, Никогда не вернется, он не вернется. Сегодня о своем свободном времени Рассказывает один из самых успешных Профессиональных бойцов ММА. Основатель и тренер авторской школы единоборств «Шторм». Трехкратный обладатель пояса чемпиона мира В среднем весе по версии «Беллатр». Александр Шлеменко. У меня трое детей. Любое свободное время пытаемся проводить вместе. Пытаемся, например, с сыном. Мы любим поездить на мотоцикле вместе, на машине. Дома все советские мультики. Любим смотреть, читать сказки. Сказки Пушкина я читаю. Мне, знаете, понравилось гулять в Советском парке. Мы там как раз открыли площадку свою спортивную. И я заметил, после того, что там открылся, Что там такое прекрасное место. Причем потому, что там бегают белки. Причем прикормленные. И ты можешь их прям с руки покормить. Вот советую всем омичам. Для меня это было удивительно. Я, правда, такой первый раз видел, Что у нас такой вонский есть. И с детьми было очень интересно, Особенно детям, покормить белочек. Поэтому Советский парк – Очень прекрасное место для прогулок. Пушистые особы аристократического происхождения. Знатный титул приходится постоянно подтверждать на соревнованиях. Кошки должны не просто хорошо выглядеть, Но и уметь подать себя. От этого зависит оценка. На выставке более 100 представителей семейства кошачьих. О самых редких породах расскажем в нашей рубрике ТОП-3. Не все коты гуляют сами по себе. Знакомьтесь, абиссин – один из самых редких и компанийских представителей семейства кошачьих. За компанией поиграет в кошки-мышки и телевизор посмотрит. Порода известна со времен фараонов. При раскопках в Египте ученые находили изображение абиссинов. Этот добрый красавец с восточным разрезом глаз, шикарной шубкой, никогда не сидит на месте. Я когда прихожу, он мне все расскажет, что дома происходило, на всех кошек. Все мяу-мяу, там женщины вот так себя вели, котята себя вот так вели. Обязательно залезет на руки, будет сидеть. У кошек тоже есть отпечатки. Не только лап, но и носа. Рисунок его поверхности индивидуален. Впрочем, у этого ласкового зверя есть еще одна особенность – это кот-гигант. Мейн-кун-полидакт может прирастать до одного метра в длину. Весит здоровяк почти 10 килограммов, характерно ордический. С хозяевами не спорит, поддается дрессировке. И совсем не боится водных процедур. Считается, что предки этого мейн-куна сопровождали мореплавателей и очень ценились хозяевами за виртуозную ловлю крыс. Говорят, поэтому у мейн-куна-полидакта на передних лапах шесть пальцев. Большое количество пальчиков – это не искусственно выведенная мутация. Это сформировалось в природе. Считается, что вот эта вот особенность у мейн-кунов появилась в связи с тем, что такой лапой удобнее шагать по насту. Лучше правильного поставок хотелось бы более распахнуть. Кто сказал мяу, этот звук кошки используют только для общения с человеком. Существо из другой галактики, говорят про эту особу. Донской сфинкс похож на инопланетянина. Однако родом он вовсе не с Марса. Породу вывели в Ростове-на-Дону в 1990 году. Местная жительница подобрала бездомного котенка и назвала Варварой. Со временем кошка начала лысеть. Ветеринары так и не смогли объяснить феномен. Если посмотреть вот именно на Донского сфинкса со стороны, когда он примет лысину, интересное положение будет сидеть, смотреть, то он будет напоминать что-то такое необычное, а какую-то статуэточку, которая пришла действительно как будто с другой планеты. Любопытный факт. Кошки, охотясь на мышей, спасают до 10 тонн зерна в год. В Англии их используют для охраны зернохранилищ. Коты охраняют реликвии и книги в Британском музее. В Австрии кошке-охраннице положена пожизненная пенсия. Выдают ее молоком, мясом и бульоном. А курильский бобтейл когда-то помогал человеку охотиться и рыбачить. Впрочем, сейчас их задача скорее радовать своих хозяев и жить с ними дружно. В понедельник компанию «Мечам» составят звезды Российского театра и кино Евгений Стычкин и Виктория Исакова. Зрители развеселят лирическо-хулиганскими историями от модного автора Александра Цыпкина. Новый взгляд на уличное искусство и типовую застройку городов. Художники, дизайнеры и предприниматели из 12 регионов России представляют в Омске свои архитектурные проекты. Ценители кинематографа ждут в среду на церемонии открытия международного фестиваля «Окно». Почетным гостем форума в этом году станет популярный российский актер Александр Рапопорт. В четверг зрителей приглашают понаблюдать за «Играми разумов». В прокат выходит новый детективный триллер. Балансировать на грани гениальности и сумасшествия будут топовые голливудские актеры Мэл Гибсон и Шон Пен. Вечером в пятницу артисты Центра современной драматургии отправят зрителей в космос. Спектакль-концерт сыграют под музыку рок-группы «Дзета». В субботу малышам и их родителям покажут восточную сказку. Премьеру «Магического приключения» по мотивам «Тысячи одной ночи» готовит питерский режиссер Денис Шибаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова